Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал и настало время для очередных аналогов люкса, поэтому сегодня я поделюсь еще несколькими бюджетными косметическими продуктами, которые являются полными либо частичными аналогами их более дорогих собратьев. Это уже второе мое видео на данную тематику, поэтому если вы еще не смотрели первое, то ссылку на него я оставлю где-то здесь вверху, обязательно переходите, смотрите и потом возвращайтесь к нам. А если же смотрели и вам интересна данная тема, то не буду долго тянуть и давайте поскорее начинать. И по традиции мы начнем с палетки теней, а если быть более точной, то с палеток теней, потому что сегодня у меня целых два бюджетных аналога на одну люксовую и очень популярную палетку от бренда Anastasia Beverly Hills. И если вы не впервые на моем канале, то вы скорее всего уже видели мое видео сравнение с палеткой Soft Glam от Anastasia Beverly Hills, ее двух более бюджетных аналогов. А именно с палеткой от Wet n Wild My Glamour's Quote и палетка от Makeup Revolution, которая называется Velvet Rose. Я думаю, даже невооруженным взглядом видно, насколько схожа их цветовая гамма с их более дорогой сестрой. Поэтому если вам интересен более подробный обзор и сравнение трех этих палеток, то обязательно переходите по ссылке, опять же, которая появится где-то вверху, на мое основное видео обзор. Сегодня же я вкратце опишу их основные черты и расскажу о сильных и слабых сторонах, исходя из которых вы можете понять, какая из палеток вам больше подойдет. Начну, наверное, с того, что стоимость палетки от Makeup Revolution составляет 7 долларов и палетка от Wet n Wild, по-моему, 5.99, то есть в районе 6. Сразу скажу, что оттенков палетки от Wet n Wild меньше, их всего 10, в отличие от оригинальной палетки, в которой их 14. А Makeup Revolution же решили пойти вперед, и они сделали 15 оттенков, добавив один свой оригинальный оттенок, который выглядит вот так и которого нет в оригинальной палетке от Анастасии. Если говорить вкратце, то данная палетка представляет собой скорее более вечерний вариант Soft Glam, потому что здесь практически отсутствуют именно светлые оттенки теней. Наверное, подавляющую часть составляют именно такие глубокие темные смоки оттенки, и сделать данной палеткой именно светлый какой-то нежный и дневной макияж будет слегка затруднительно. Однако, как я уже говорила про прошлый их аналог от Modern Renaissance, они постарались максимально скопировать именно формулу теней от Анастасии, и поэтому тени тушуются точно так же, переносятся на века точно так же, сходство с оттенками просто максимальное, и даже черный у них здесь оказался очень даже неплохим, и максимально близок по качеству к черному из палетки Soft Glam. Однако, если вы более на дневной стороне и рассматривали для себя палетку от Анастасии исключительно для дневных таких офисных, либо просто прогулочных макияжей, но именно не для каких-то мероприятий, а на каждый день, то я думаю, что палетка от Makeup Revolution будет более предпочтительной для вас, потому что здесь больше выбор оттенков, и очень много из них именно светлых, необходимых для такого простого классического дневного макияжа. Также здесь присутствует большее количество золотистых шиммеров, оттенки также максимально подогнаны под оригинал, и матовые оттенки действительно оказались очень неплохими, они прекрасно тушуются, и, как я уже сказала, более на светлой стороне. И изначально, когда я решила сделать этот отзыв в сравнении, я планировала выбрать одну из них для того, чтобы оставить у себя в коллекции, так как данная палетка Soft Glam, она не моя, она моей подружки, поэтому я взяла ее для сравнения, чтобы понять, какая из них по качеству максимально больше мне подходит. Однако, в итоге не смогла выбрать, потому что поняла, что обе эти палетки мне нужны для абсолютно разных целей. Поэтому выбор я оставляю исключительно на вас, однако за их очень даже бюджетную цену обе палетки представляют просто отличное впечатление после их использования. Следующим кандидатом на сравнение стала моя любимая палетка от Hourglass, Ambient Lighting Edit Volume 4. Это лимитка, которая вышла в конце 2018 года, и я, наконец-то, с помощью нее смогла попробовать знаменитые пудры бренда Hourglass. И в моем предыдущем видео, в котором я делала обзор на всю косметику Hourglass, которая у меня имеется, я сказала, что я смогла найти практически полный аналог на бронзеры с данной палетки, именно поэтому я не буду покупать его в полной размерке. И также по многочисленным советам у меня в коллекции появился более бюджетный аналог на именно их классические блюрищие пудры. И сначала я, наверное, начну с бронзера, который оказался просто прекрасным. Я, как любитель сияющих продуктов для кожи, всегда смогу оценить запеченный бронзер для лица. И мне очень нравится то, как такие продукты смотрятся на коже. Они придают такой именно сияющий, здоровый загар на лице. Но я была просто супер поражена, когда в тот момент, когда я попробовала данный бронзер, я поняла, что у меня уже на протяжении практически двух лет имеется его просто стопроцентный аналог, который абсолютно так же смотрится на лице, однако стоит раз в 13 дешевле. Аналогом оказался очень дешевый, просто мой самый любимый запеченный бронзер от бренда Elf в оттенке Santa Lucia. Я затерла данный бронзер просто уже почти до дыр, и он должен быть очень выпуклым, сейчас он у меня уже практически плоский. И несмотря на то, что в рефилах две пудры выглядят не совсем похожими, и бронзер от Hourglass намного более мягко спрессован и будет заканчиваться намного быстрее. Данный рефил более такой плотно спрессованный, и по нему приходится не жалея водить кисточкой, однако на лице они выглядят просто идентично, и отличить это дело невозможно. Данный бронзер стоит 3 доллара, бронзер от Hourglass полноразмерки стоит 40 долларов, поэтому, я думаю, выбор просто очевиден. И теперь давайте перейдем к пудрам. Я думаю, что тот аналог, который я сейчас покажу, вряд ли окажется сюрпризом для большинства любителей косметики, потому что я не первая, кто об этом говорит. Однако для меня также полнейшим аналогом данных блюрящих пудр от бренда Hourglass оказался бронзер от бренда Wet n' Wild в оттенке Reserve Yacobana, который, по-моему, сейчас они снимают с производства. В своем видеообзоре на косметику Hourglass я видела, что, по-моему, девочка, которую зовут Вика, она писала мне, что у нее есть подобный бронзер, и он представляет собой просто сборище блесток. И она спрашивала, так ли это. Я не знаю, разница ли в именно формуле и ингредиентах для славянского рынка и американского рынка, или же проблема в чем-то другом, но нет. Конкретно мой бронзер представляет собой даже более матовую текстуру. Если я наберу ее на палец и покажу, как сводч, то она выглядит, как обычная белая пудра, при этом при нанесении на кожу она создает такой очень красивый, заблюренный, подсвечивающий эффект. Единственным отличием данного бронзера является его более грубый помол, то есть, если с ним переборщить, его будет видно на коже, при том, что данные пудры наносятся очень незаметно, настолько незаметно, что первые несколько раз кажется, что вы вообще ничего с вашим лицом не делаете и просто водите пустой кистью. Однако после двух-трех нанесений эффект становится более заметным и понятно, что действительно уже что-то появилось на коже, и я думаю, что это еще связано с их очень суперсильной прессовкой, потому что данный бронзер, он практически рыхлый. Я думаю, даже сейчас можно заметить, что если я по нему повожу, то будут видны частички, и можно заметить, насколько сильно и насколько хорошо он наносится на кожу. И раз я уже начала рассказывать о бюджетных аналогах к моему любимому бренду Hourglass, я не могу не поделиться с бюджетным аналогом, который я нашла сравнительно недавно, на мой, наверное, самый любимый продукт от данного бренда в данный момент, а именно на однушке Scatter Light, которым я возносила хвалебные оды практически все видео, и которыми я пользовалась уже просто бесчисленное количество раз с момента их покупки. Аналогом стала однушка от бренда NYX, которая стоит не 29 долларов, а всего 6, и здесь уже скорее аналог не по оттенку, а именно по текстуре, и это металлические кремовые тени в оттенке Beauty Bass. Посмотрите, насколько ярко и насколько красиво сияет данный оттенок. Я даже сейчас сниму крышечку и покажу просто в однушке, это что-то нереальное, это просто сборище жидкого металла в однушке, и я говорю конкретно про данный оттенок, потому что у меня есть оттенок Still Your Man, это больше такой золотисто-желтый, он тоже красивый, он тоже ярко сияет, но они даже рядом друг с другом не стояли, потому что вот этот выглядит просто очень дорого, очень красиво и просто безумно хорошо на лице, и настолько красиво, что сейчас каждый раз, когда я беру данные однушки в руки, меня терзают сомнения, чем же воспользоваться, Hourglass или же NYX. Единственное, что нужно знать по поводу данной однушки, под нее нужна, наверное, самая сушащая, самая сильная ваша база, ее обязательно нужно закреплять с бесцветной пудрой, либо каким-то светлым оттенком сухих теней, а для того, чтобы ее равномерно нанести и для того, чтобы ее хорошенько закрепить, придется потратить чуть больше времени, чем на Hourglass, однако она полностью оправдывает все эти заботы, потому что прекрасно сидит и держится на глазах в течение всего дня, блестки никуда не пропадают, блестит как утром, так и будет блестеть вечером, и действительно очень красивая, очень бюджетная однушка. Не с одной своей подругой я уже поделилась данным секретом, и она мне очень нравится, я просто безумно ее люблю, и мне бы хотелось побольше таких удачных продуктов среди бюджетной косметики. Все, мы уже почти на финише, осталось всего два продукта, поэтому никуда не уходите, и давайте уже поскорее закончим это видео. И продолжить я хочу румянами от бренда Benefit в оттенке Gold Rush. Это такой очень красивый нюдово-персиково-бежевый оттенок румян, который в упаковке не выглядит супер таким привлекающим и красивым, однако на коже он преобразуется и создает очень интересный румянец, который сложно с чем-то сравнить, однако это действительно такой оттенок, который помогает усилить эффект именно такого бежевого нюдового макияжа, и возможно мой именно желтоватый подтон кожи решает то, что данный румяна хорошо смотрится на моем лице, однако я не могла пользоваться им настолько много, насколько мне хотелось, потому что данные румяны имеют очень специфический, сильный и даже надоедающий назойливый запах, который не выветривается в течение дня, и с того момента, как вы наносите данный румяна на щеки, до самого вечера он будет преследовать вас. Доходило вплоть до того, что к вечеру у меня начинала болеть голова настолько сильный и неприятный конкретно для меня у данных румян запах, и я была просто безумно поражена и обратована, когда я поняла, что еще один похожий оттенок румян, которым я очень часто пользовалась, и у которых нет совершенно никакого запаха, и который просто супер бюджетный, является просто полнейшим аналогом данного оттенка, и это румяна от бренда Wet n Wild Color Recon в оттенке Rose Champagne. Выглядят рядом два оттенка вот так, я вижу даже сейчас на камере, что оттенок от Benefit выглядит слегка темнее, однако я вас уверяю, в макияже данные два оттенка выглядят абсолютно идентичными, у них у обоих в составе имеются супер мелкие такие светлые золотистые блестки, которые даже по размеру абсолютно идентичные, и отличить их на лице не сможет даже самый заядлый эксперт, а также у них нет абсолютно никакого запаха, что меня безмерно радует, и это значит, что от Benefit я могу избавиться и продолжить с удовольствием пользоваться косметикой от Wet n Wild. И последний претендент на сегодня тоже от бренда Benefit, а именно их знаменитый гель для бровей Gimmy Brow. Я попробовала его очень поздно, он пришел ко мне в одной из ежемесячных коробок рассылки от бренда Sephora, и это был первый раз, когда я его попробовала, но в тот же самый момент я поняла, что у меня есть просто 100% аналог данного геля, и то, что я не пробовала его, не пользовалась им до настоящего момента, я ничего не потеряла, потому что все это время у меня под рукой был гель для бровей от Colourpop, который называется Brow Balls Gel, и на данный момент он у меня бесцветный, однако Colourpop производит данные гели для бровей уже с различными оттенками, поэтому если сравнить их кисточки, если сравнить консистенцию самих гелей, данные два продукта, они просто абсолютно идентичны, и я не вижу смысла переплачивать за Benefit, если можно просто взять и купить Colourpop. И на этом я хочу закончить мое сегодняшнее видео, я очень надеюсь, что оно оказалось для вас полезным, спасибо вам огромное за просмотр, очень надеюсь, что вы поддержите меня, поставив лайк под этим видео, и я увижу с вами уже очень-очень скоро в следующем видео, пока-пока!